Как так оказывается, что в административной таланке, где участник ДТП, вы приобщаетесь в материал-делах подложенной экспертизы. Алексей, дадите мне только комментарий по этому поводу. Скажи по поводу экспертизы, Алексей, ну ты скажешь, ну скажи ты хоть что-нибудь. Вот ты обо всём можешь поговорить, а об этом почему-то молчишь. Как отключили, что вы подложенный экспертиз приобщаете в материал-делах? Вы знаете, что это уголовное поступление? А, Алексей? Договорились? Надеюсь, Алексей, ты не можешь продолжать этот диалог? Нет, он всё согласен. Мы попадались на провокацию гражданин нашего ордена. Так что мы приносим извинения за доставленное неудобство. Ответь на вопрос. Ты на твой вопрос ответил? Нет. В каком месте? Послушай, ты уже много вопросов дал. На твой первый вопрос я тебе ответил? То есть ты не ответил? Ответил. Ты слышишь? Всё, ладно. Ой, Алексей, послушай. Всё? Не, иди сюда. Я вернусь. Я вернусь. Так, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий. Напишите, из какого вы города. И поставьте палец вверх. Приятного просмотра. Дорогие друзья, вы сейчас посмотрите бомбический процесс, сюжет. Вы сами знаете с каким, с чьим участием. Здравствуйте, дорогие друзья. И подписчики канала «Наш Наркет». Алексей, можно задать вам вопрос один? Разрешите нам, потому что вы нигде про это не сказали. Скажите, как так оказывается, что в административных делах, где участник ДТП, вы приобщаете к материальным делам как ложная экспертиза. Алексей, дадите себе только комментарий по этому поводу. Причём не один десяток таких ДТП, Алексей. Скажете? Не мешайте. Как я стою здесь? А то я не мешаю. Я ж смотрю, смотри. Что значит вам надо? Вы что, один здесь только такой? Ну что, Алексей? Он только в комментариях, наверно, только силён. Ну да. Так вы дадите ответ какой-то, Алексей? Сейчас он разговаривать не особо умеет. Алексей, сможете дать тебе такой ответ какой-нибудь? Поедине вообще. Как это получается, что вы подложили экспертизу при общении материала дела? Вы знаете, что это уголовное преступление? Да, Алексей? Вы хоть что-нибудь скажите? Знаете, сказать нечего. Значит, видимо, где-то нашкодили. Что там? У нас взгляд такой виновного человека. Нам нужно идти за Алексеем. Мы вас пришли поддержать на суд. Узнали, что у вас суд. Дай мы вас поддержим. Заодно поинтересуемся. Как так получается? Человек, который преследует общественные интересы, людей же обелечивает. Скажите, пожалуйста, Алексей. Вы обычно многословны, сейчас почему-то молчите. Вы думаете, мы вас как-то провоцируем? Додумался наконец-то поснимать. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала НашНадзор. С этого нужно начать видео. Как, оказывается, материал дела, где участник будет такая подложная экспертиза. Причем это не один десяток таких экспертизных сделанных. Как? Алексей даже пояснить по этому поводу ничего не может. Вы же многословен, а сейчас он молчит. И, я думаю, все-таки будет возбуждено умное дело. Да, Алексей? Я хорошо к картинке получился? Конечно, я все сказал, мы пришли тебя поддержать, посмотреть, чтобы все было в рамках правовой воли. Самое главное – задать тебе несколько вопросов, на которые ты не смог ответить. Если бы ты был бы невиновен, то ты бы знал бы ответы на эти вопросы. Ну, в принципе, ты знаешь ответы на эти вопросы, просто не хочешь их озвучивать, чтобы не посадить тебя в тюрьме. Просто, наверное, сейчас еще пока обдумывает, что сказать, что придумывать, как обычно это происходит. Да, Алексей? Я этого устроил, что ты сразу не можешь дать ответ. Обиженный такой взгляд девочки. Музыка Алексей, скажите, где ваша группа поддержки? Вы один пришел, как-то странно. Один пришел, один ушел. Что-нибудь ответить, Алексей? Где ваша группа поддержки? Все рассосались. Недели, честно говоря, не с ними. Вот и рассосались, да? Тихо! Слушайте? Бомбит у кого? Правомерная информация. И соответствующий действительности. Слушайте, что вы решили. Я посмотрю, что вы будете. Понятно. То есть вы жалобу подаете, да? Я с вами не хочу дальше. Да? А как же так? Ребята, вам не казалось, что вы не одни все. А общались до этого? Ну вы слышите, граждан? Ну что, перерыв и что дальше? И что дальше? Перерыв. В чем дело? Я соблюдаю. Судебное заседание идет, я ничего не нарушаю. Ну что, не надумали? Вас же обижали уже извиниться. Как же так? Вы же не отрицаете, что распространение информации не соответствует действительности. Хотите переложить на МВД? Ответственность. Я на работе. Чтобы за вас выплачивал МВД? Как так? А как я вам выплачиваю? Ну я не знаю. Там суд, что обяжет, то и будете, наверное. Вы 500 тысяч затребовали? Ну какая, что я затребовал? Мало ли, что я затребовал. Да? За ваше вранье я затребовал. Какое вранье? Ну, которое распространили. Я распространили. Ну конечно, а кто же я? А кто на видео снимал? В смысле? Кто в СМИ выложил? Да там много людей. СМИ никто не выкладывал. Я вообще не хочу общаться. СМИ вообще, вообще информации не было. С вами вообще не хочу общаться. Как же так? Всегда хотите общаться, а сейчас не хотите. Как так? Получается. Я и так от вас далеко стою. Пожалуйста, не общайтесь. Я далеко стою от вас. Ну что, значит извиняться не будете, да? Алёхи. Не хотите, да? Считаете, что вы правы? Можно распространить информацию, любую, да? И за это не нести ответственность никакой или как? Да. А? Что вам делать? На меня психологическое воздействие оказывает. Я вам сочувствую, но я бы хотела пройти. А, пожалуйста. Спасибо. Такие инспекторы, ребята, у нас. Сначала понаговорят, а потом жалоб подают всякие. Понаговорят. На МВД хотят переложить ответственность, чтобы МВД несло ответственность. Наверное, МВД тоже будет опровержение, да, выпускать? Ваши слова. Представьте, МВД будет выпускать. Вы сказали, а как же так? Что ж так трусливы-то поступаете? Про-трусливы. Ну вы? А я трусливы? Ну да. На МВД перекладываете ответственность. Вы же написали в жалобе так, Ильев. Ну и правда. Что я находился на службе. Как мужчина. Сделайте, извинитесь. Опровержение выпустите, и все. В чем проблема? Чего же вы так поступаете? Перед тем, перед нами. Ну а перед тем же? Вы же про меня информацию распространили. Вы же знаете, что я не привлечен к ответственности. Меня проинформируют так. Кто? А вы все слухи слушаете? Не все. А как же так? Получилось? Ну так получилось. То есть не проверив информацию, не посмотрев документы, вы просто так распространяете. Для человека сведения, да, как вот, некоторые тоже распространяют, но тоже будут нести ответственность. Когда-нибудь. Я нет, я не распространяю ни о ком информации. Я только проверил. А вы будете мужчиной, когда вы по московскому ехали по встрече в России? А опять, да? Опять распространяете? Опять. Так суд, что принял решение? Вы же помните все. Причем здесь будет мужчина? Вы заставили материал там не... Залуждайтесь, он никогда не будет мужчиной, он же опущен, понимаете? Неправильный материал. Ну, уже апреля. Так что? Давайте его возьмем. Неправомерный материал составили, да. И суд все прекратил, дело, а вы все продолжаете наставить на этом. Как так, Олег? Не хорошо. Ну, а я как сказал, Олегин? А не Олегин? Я сказал, Олегин? Олегин? Нет, это вам послышалось. Что-то со слухом у вас, Олегин. Да, это не так, по-моему. Алексей, а что ж вы такое смелость? С утра от неба, когда вы сюда заходили, а? Как так получается? А, Алексей? Не подскажете? МВД хотите, да? Значит, переложить с вами. Получается. А, ему смешно, смотрите, смешно. Вот такой вот инспектор служит в органах. Ну, надеюсь, когда-нибудь смех его превратится. И смех его превратится. Слезами взглянуть только можно, Алексей. Глядь на него? Нельзя послезать. Ну, я не знаю. Я вам говорю о том, что серьезные вещи. Размешиваюсь. А о том, что судебное решение было вынесено, я вам говорю. Слушай, ты был на Ленинском прохеек 43, да? Да, да. Показал кусочек. Почему не показал вдоль домов то, что произошло? Скажи, пожалуйста, это какое-то отношение имеет к тебе, к твоим обращениям, которые там поступали? Это к тебе имеет? Хочешь, я тебе открою тайну. И всем твоим зрителям. Значит, что туда, значит, по этому участку, по всему этому участку, ходили на прием Донковцева, моя клиентка, значит, к латыни, к начальнику управления транспорта. Так, и что? И представляешь, какие изменения от наследовали? Какие? А ты посмотри, там изменилось же что? Ты же мне про них спрашиваешь. Ты про знаки? Да ты про знаки, про то, что там происходит, ты видел? Ты же про это спрашиваешь. То есть это она добилась, да? А как думаешь, кто жил? Все, понял. Вместе с тобой? Да, да. А я тут про чем? Нет? Она же тебя благодарит, там или как? То есть она сразу сходила и добилась. Алексей, ты слушай внимательно. Кого благодарит, это ее тело. Вопрос в том, что это местные жители добились, но никак не слышали. Местные, да? А следующий момент, ты видел, как там организовано дорожное движение? Как? Ну ты видел, и у тебя вопрос загадывается. Нет, ты показал кусочки, я не был там. Слушай, ну ты это видел? Нет. Вот съездил, посмотри. Ну как, расскажи. Я тебе говорю, глазки у тебя есть? Есть, конечно. Там ездить на машине можно? Нет, я не был там. Скорее всего можно. По твоей даже реакции глупо видно, что можно. Так все же хорошо. В смысле хорошо. На благо кого ты трудишься? В смысле, хорошо. Местные жители не завали, а что ты делаешь. Ты работаешь. А ты кингвей. А ты? Ну, конечно, я тебе ответил на твой вопрос. Слушай, то есть за один раз они сходили и добились, да? Ты скажи, пожалуйста, ответь, пожалуйста, почему ты к материалам дела не общаешь подложные... Ты точно так считаешь, что они добились с одного раза, да? Ты уверен в этом? Почему с одного раза? То есть она сходила, а сколько? Послушай, мы будем... В Латынину, да, прям сходила? Конечно, да. Более того, скажу, мы вдвоем ходили. Когда? Когда? Даже втроем. Когда ходили, скажи. Ну, примерно, в каком месте? Теперь он еще пробует сказать, как ты он был в Левом. Послушай, Алексей, скажи, пожалуйста, ответь на вопрос. Ты на твой вопрос ответил? Нет. В каком месте ты ходил? Послушай, ты уже много вопросов задал. На твой первый вопрос я тебе ответил? То есть ты не ответил, да? Ты слышишь? Все, ладно. Ой, Алексей, послушай. То есть все? Да, я не знаю. Не, иди сюда, иди сюда. Встань сюда. Руки убери свои. Встань сюда. Встречай. Нет, я вас не считаю. Угомоните, пожалуйста, человека. Протише. Он хочет выступить. Протише. Трибуна ему нужна. Протише. Протише. У меня абсолютно все спокойно. Извещательный дом там, Мишель. Мы можем выйти, выходить и... Вы лучше бы раньше сюда подошли. Куда? Но вы видели, что у нас происходит общение? Сейчас вам только громко стало. О, еще и приступил. Алексей, так вот, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, почему вы приобщали к материалам дела, где вы в ДТП были участником, под ложной экспертизой, не один десяток? Вы сам что-то сказали? Нет. Вы задавали мне вопросы, я вам отвечал. Было такое без ничего. Будьте добры, скажите. Как так получилось, что в подложной экспертизе приоритет? Хотя я больше не на пингвинов похож, а на попугая. Да тебе сколько раз надо повторить, чтобы ты дал ответ. Алексей, тебе не стыдно простых работяг обелечивать? Лишать правоуправлению по твоей вине? Деньги получать? Ты же с страховой компанией обращаешься или нет потом? Говори, говори, папа. Скажи. Обращаешься потом с страховой компанией? Тебе штанишки загрязнили. Побольше, точнее, поменьше трубы на капотах на мобиле. И так целей будешь. А то так согнут. А там уже сам понимаешь. Он демонстрирует свою настолько глупость и тупость. Я удивляюсь. Вот там он молчал. Вообще ни слова. Сейчас его... Ты, наверное, вот процесс один сидишь, думаешь в нашу идею, как бы, какой бы вопрос задать. Скажи, пожалуйста, все-таки ты ответишь на мой вопрос? Ну, твои же вопросы ответили. Алексей, вы задавали вопросом, но ответили на ваш вопрос. Ответьте на нашу, пожалуйста. Как так получилось? И все? Сказать? Можешь людям в глаза смотреть, а не туда, вот в эту штучку? Студно, наверное, да? Сказать-то нечем. Правда, глаза, наверное, входит. Только вижу перед собой фингвинов, что пугают. Таким людям. Да мы только перед собой фингвинов увидим. Ладно, он ущербный. Лучше в тюрьме сидим. Он сказал, что такое складывание, впечатление, что сидел. Не обращай внимания. В жаргоне. Все, ладно, сиди спокойно. Общаешься, да. Ты не можешь ответить на... Как бы это каждый понимает эту фразу. Алексей, не вступай с ним. Полимей, подальше. Просто самое удивительное, что ты конструктивного диалога никакого не можешь вести. Тебе задали вопрос, ты не можешь на него ответить. Сидишь с опущенным глазами на опущенный человек. Да-да, не удивляйтесь. Поэтому сиди дальше. Видишь, ты, кстати, хотел заблокировать мой контент? Тебе не удалось. Да, это ответственность предусмотрена. Тебе не удалось заблокировать контент? Видишь, показался на моей стороне. Здесь ты тоже, как говорится, облажался. Вообще везде ты выбираешь. Молодец. Какой-то. Только не я, как много. Послушай, я даже слово ни одного только сейчас сказал я. До этого я ни разу не употребил слово я. Ты говоришь, ты все добился. Ты Ленский проспект 43, а там реконструировал граждан. Ты сейчас обманываешь и будешь заблуждать. Ты, значит, добился, чтобы не удалить любой ролик. Ты только снимаешь. Ты пожаловался на мой контент? Корону себя снимет. Послушай, Алексей. А то ты... Ты подожди. В одном месте подвизишь. Ответишь мне на вопрос? Одним. Ответишь? Ответишь на вопрос? Нет? Как ты так обелечиваешь? Просто народ. Отложные экспертизы делаешь. А, Алеша. Подай патроны. Пойдем с тобой. Посмотрим. Как порядок? Я не хожу по тротуарам, по которым ты ходишь. Слава Богу. А где же ты ходишь? Я пьяный пламя. А, вот так, да? Много поймал в этом году. В этом году он много поймал. Тебе ты пальцы много посчитать? Ну сколько, скажи. 5, 10, 15. Ты что так мелко берешь? Больше сотни. Ты что? Обалдеть вообще. Ты сам лично поймал. А как ты думаешь, мы... Нет, мы ребятами коллективом. Понимаешь? Мы ложим пьяный пламя. А ты не знал, да? Я вообще тебя не знаю. А что ты ко мне обращаешься? Просто ты ко мне обращаешься. Не знаю, чем ты. Так мы же на твой вопрос отвечаем. Ты на наш. Ты будешь отвечать? Он вообще неконструктивный. Никакого. А что ж ты не хочешь? Пойдем, пройдем. Я тебе покажу, где ты порядок. Мой человек. Отвечай, ответьте, пожалуйста. На наш вопрос. Если хотите диалог. Зачем ты? Отвечай, что ты не порядок. Отвечай, что ты на вопрос. Девочку, если вы найдете, что-то ходить с кем-то. Как раз и пойдем, посмотрим. Скажи, ты не пойдешь. Послушай, зачем мне с тобой куда-то ходить? Я покажу, где ты пойдешь. Я не хожу. На приглашение не реагирую. Такие вот отмужщины. У меня есть жена. Все хорошо. А ты со своими... Со своими... Иди куда-нибудь подальше. А ты со своими шестерками и вопниками. Иди тоже дальше. Алексей, ты знаешь, что... Вот смотри. Ты же ходишь... Бывает без камер, правильно? Нельзя так выражаться. Никогда. Вот про то, что ты сказал. Ты тоже бываешь без камер. Хорошо. Послушай, никогда так не оскорбляю людей. Ты так никогда не говоришь. Послушай. Оскорбление. Напускай. На будущее ты имею ввиду. За каждое слово нужно отвечать. На будущее ты имею ввиду. Я тебя приглашал на спаринг. Ты отказался. Так ты снил о чмо. В спортивном жаре, как шоу. Это шоу. Это не шоу. Вообще, это камерник для дома было. А ты отказался, как ты снил о чмо. Я по-хорошему, по-спортивному, как говоришь, пропуск. Зачем ты с тобой вопрос решать? Послушай, а зачем я должен с тобой? Когда я вижу перед собой человека, который ничего из себя не представляет. Зачем? Просто глупый человек. Я тебе хочу просто показать, где места, где ты порядок навел. А ты не хочешь смотреть. А как же так? Может, ты забыл. Пожалуйста, на каких местах я там порядок навел? Мне прям даже интересно. Пойдем посмотрим. Да ты мне расскажи, ну зачем? Я без камеры покажу. Пойдем. Скажи ты мне. Я покажу. Что ты тебя приглашаешь, ты мне объясни. Если ты не пойдешь без камеры смотреть места, где порядок, где ты порядок. Да, это запрограммированное такое, знаешь, чудо. Ну не пойдешь как-нибудь. Смотришь, как бабка на базаре сидит, семечка на карьеру. В роли ставим такое, где порядок навел. Покажешь всем. Может, ты забыл. У него глаза не меняемые. Он глаза наконец посмотрел. Нет, посмотри у меня глаза. Вот крупноплановый возьми. Давай, смотри. А ты больше ничего не можешь кроме наличности за переходить? Ничего не есть? Мы зафиксировали. Да. Он свободен. Никаких достижений нет. Кроме как наличности. Он свободен. Зато у вас есть народ обелечивый. Простых работяг. Понятно. Вот так нам непонятно по поводу подложенных. Ладно, друзья, с Европой оказался ходить смотреть места, где он порядок навел. Друзья, скажите, задайте мне вопрос. Без камер даже приглашал. Как его экспертиза подложена, оказывается, в материалах дела? Более десятка. Кстати, ты в курсе, да, что сейчас листокомитет решает вопросы возбуждения дела на дело? Прокуратура усмотрела. Вот от тебя только. Вот ты будешь знать. Да. Так что будешь? Что будет дальше? В рамках Уголовного кодекса вот что дальше будет. Все, ну все, хорошо. Спасибо за информацию. Будешь знать? Готовься. Готовься. К посадке готов? Особенно после твоих слов. Посадки готовы? Готов. Выйдешь, дальше продолжишь свой детьми. Обязательно. Народ простой, никогда не трогай, понял? Они могут и мачивая, блин. Ты сам себе. Что уже сделали? Ты сам себе советуй там. Ну без тебя было бы скучно на самом деле. Я рад, что ты есть. Слушай, а ты будешь рад, да, если там, как ты говоришь, да, всяк? Нет, рад я не буду. Ну а что ж? Ну по закону нужно отвечать. А вот так. Ну значит ты будешь рад? Нет, послушай, я лично рад не буду. А что ты будешь рад? А, просто по закону, не, простить я не буду точно. Я от тебя сострадать и сочувствовать буду. А, вот так, да? Да, как человек, по-человечески. Но с точки зрения закона абсолютно справедливое наказание понесешь. Ну, точно. Абсолютно. Все. Если у вас будет, то да. Иначе готов. После твоих слов. Придется, слышит передачки на север. Я, кстати, тебе, если что, навещать тебя буду. Да? Да. Обещаю. Сухари и чари. Ну, Сухар, ну, как бы... Ну, как там открытся, если хоть присмотрят, скажешь, что я знаю. Ой, Алексей, не знаю. Посмотри, пожалуйста. А как у статьи? Ты об этом тоже Сухарова узнаешь. А, Сухарова узнаешь. Хорошо. Еще? Продолжение было? Безусловно. Ты задаешь вопрос. Больше меня знаешь. Ну, видишь, так выходит. Алексей, может, у нас все-таки вопрос ответить или нет? По поводу подложенных. Как здесь? Алексей. Паркурова, со следователем. Паркурова. Видишь, как-то Алексей стесняется. Скоро. Очень. Очень. Правильно. Так что, потерпите, что вы. Потерпелем. У нас лучше терпения. Да я, наоборот, хочу, чтобы ты подольше на свободе погулял. Без тебя скучно. Да, вот так. Понятно. Ну, так людей жалко. Да, самое главное, ты теперь не сможешь оформлять ДТП. У тебя так лавочку-то прикрыли, экспертиз сделать теперь не можешь. То есть сотрудники не смогут ДТП? А какой ущерб тебе причинен? А где ты твой загрязнили твои штаны? Как ты экспертиз будешь делать? Все. Никак. Все, ущерб нет, да? Не будет никакого состава, понимаешь? Состава в одностороннем пронарушении не будет. Все. Алис Капут. Ты заделся? Я рад. Что будет уходить от ответственности? От ответственности никто не уйдет. Все нарушители должны быть наказаны. А что ж ты... В рамках правового поля. Что ж пока уходит? А это я не знаю, твоя недоработка, наверное. Понятно. Странно. Ты же там в качестве представителя участкового. Послушай, ко мне обратились несколько человек, которых ты хотел обилетить. Они остались с водительским удостоверением. Ты помог. Они не нарушали правила дорожного движения. Не нарушали. На этом же участке. Можно же двигаться транспорт? То есть на пешеходной зоне? Подожди. Мы говорим про участок Неровкусный, на Ленинском проспекте, где Парня Сипенко. Там знаки были установлены вообще на тот момент. Послушай, на тот момент, я тебе говорю, итог какой? Что ты говоришь? Какой, Солд Алексей? Знаки 533, ты видел? Какой там итог? Там транспортные средства могут двигаться? Ты пользовался глупостью и безграмотностью чиновников. Я тебе сразу бы сказал, что когда я приехал в мае, что там реконструкция будет. Послушай, ты пользовался глупостью и безграмотностью чиновников. Они по твоей прихоти, по твоим писулькам связывают, знаки вешают. В итоге получилось, как и тебе говорили, что абсолютно так. Это я тебе говорю, что будет реконструкция, а не ты. Ты, прилегающая территория, принес сведения. Ты забыл уже об этом. Ты забыл, что ты отписку принес не соответственно. Я даже с Бавыкиным, с главой Ленинского района, с Дрожьимом. Ты сказал, что ты реконструкция, ты не помнишь. Это еще полтора года назад. Алексей, с тобой даже конструктивно по делу нельзя говорить. Мне еще ответили в начале 2-3 сущие. В 2018 году в начале ответили, что будет там реконструкция. Есть ответы. И после этого они не хотели делать ее. Я тебе расскажу историю твоим подписчикам, чтобы ты знал, что там происходило. Я чтобы ты знал, не урезай. Послушай, мне это не нужна информация. Послушай, мне эта информация нужна. Я расскажу тебе все равно, что там происходило. Слушай, у тебя информация... После первого рейда, в 2017 году, который прошел в ноябре 2017 года, было написано сразу обращение. Ты так закончишь, скажи. Все, Алексей, закончил. Ну ты же хам, понятно. Проявляешь хамство. Слушай, хамство ты уже неоднократно проявил. Так вот, значит, было написано обращение. Он не хочет слушать. Слушайте, молодой человек. Вот у вас три человека, которые вообще блюют на весь зал. Вы сидите музыку слушаете. Вот этот молодой человек, мне фонарь, извиняюсь, вновь постоять. Мы приносим вам извинения. Если вы приносите мне извинения, пересядьте туда. Послушайте, могу. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Как разница? С одной разницей, как зовут, вы не мешаете. Не представляете, хорошо. Вы себя ведете очень некорректно, как заявлено. Я согласен, что вы некорректно. Такая ситуация возникла. Мы сейчас закончим по вашей просьбе. Договорились? Надеюсь, Алексей, ты не будешь продолжать этот диалог? Нет, он все, он согласен. Все, мы попадались на провокацию у гражданина Шамардина. Так что мы приносим извинения за доставленные неудобства. Вообще-то это не запрещенный предмет, скажем, с того. Товарищ пристав, можно к вам обратиться? Да, конечно. Можно обратиться. Вот теперь послушайте. Вот когда в рамках процесса судья нам запретит это дело, мы тогда разрешить должны. В рамках сейчас пока никакого процесса не идет, поэтому мы ничего не нарушаем. Вы спросили решение у других. А может, они не хотят попадать в наши дни? Мы никого не в том-то и делаем, что никто и не попадает. И мы сейчас уже прекратили съемку, поэтому никаких вопросов не должно быть. Это дело Ромонского районного суда Воронежской области по иску Шамардина. Калюхи на защите честь и достоинства деловой репутации и застали компенсацию морального вреда по организационной жалобе Андрея Чехарев на решение Ромонского районного суда Воронежской области от 31 мая 2019 года судебная. Находясь при исполнении должностных обязанностей, как установил суд, он распространил сведения, несоответствующие действительности и порочи честь и достоинства в общественном месте в присутствии посторонних граждан и сотрудников полиции. Далее третьим лицом были распространены сведения в сети интернет. Неизвестно кем, суд не устанавливал. На период. То, что вы снимали, это распространено или что-то другое? Что-то другое. Что-то другое. Скажите, отвечу, вот это что-то другое. Снимал? Отвечек нет. Отвечек не производил видеорфилму? Не производил. Не производил. В каком порядке все-таки нужно опровергать эти сведения? В сети интернет. То есть они стали достоянием общественности. Я не знаю, кто выложил это. Это не стояло. Алёхин не определял, значит, не ходатайствовал об установлении, кто их выложил в сети интернет. Они стали доступны неограниченному количеству людей. Вы не понимаете, что просто подпоминав сети интернет-съемка, да? В виде съемки. Та съемка, в которой материалы делают, это ваша съемка, и она не распространена? Мне это неизвестно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я... Ну как, ваша съемка, и вам ее кому-то передавали? Я работаю с журналистом. Подождите, смотрите. В редакцию передаю съемки все. В редакцию. Возможно, редакция опубликовала, возможно, и третьи лица. Возможно, вы хотите опровергнуть с сети интернет. Это та информация, которая есть в материале дела, или какая-то другая? Я не знаю. Суд сравнивал, нет? С чем? 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 В сети интернет. Там же ссылка указана. В сети интернет это распространена видеозапись. Какая ли это? Где Алехин утверждает... Скажите, она в материалом дела приобщена? Судебные коллеги имеют возможность ее исследовать, это доказательство? Материалом дела приобщена видеозапись, на которой Алехин... Которая не размещена? Мне неизвестен. Это факт. Суд не сопоставлял данные, видеозапись, понимаете? Он не исследовал... Но вы утверждаете, что это другая запись? Я не утверждаю ничего. Я утверждаю, что суд исследовал... Сказочный долбоеб. Доказательства. Суд исследовал доказательства... Что нужно опровергать? Ту запись, которая есть сейчас в материале дела, представленную вами? Сведения нужно опровергать, а не записи. Или ту запись, которая размещена в сети интернет? Уважаемый суд, необходимо, по моему мнению, опровергать сведения, распространенные Алехиным, до распространения в сети, в общественном месте, а затем распространенные в сети интернет третьими лицами. Вот что нужно опровергать. То есть сведения. Не запись, а сведения. А вот эту запись вы передали в свою редакцию? Это запись, да. СМИ Росдержава. СМИ Росдержава. Это что? Общество ограничено ответственно? Нет, СМИ. СМИ? У него какая опрессионная правовая форма этого средства массовой информации? Неизвестно, неизвестно, как СМИ зарегистрировали. Наверное, не коммерческая организация. А, не коммерческая организация. Ну да, СМИ. Как же так вышло-то, блядь? Я знал, что у нас все восторжествует над злом и несправедливостью в отношении того же Мордина Алексея. Алексей, можно все-таки ответить на этот запрос? Что с экспертизмом-то? Да вы не мечетесь. Алеша, мы вас проводим. Алеша. Вот сюда, там лифт, сюда. Назовься к Алексею. Я в суде, похоже, перезвоню. Алексей, поверните к нам, пожалуйста, лицо. Как-то некультурно вы себя ведете. Вот, 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 давайте, давайте, Василь. Что у вас тут такое? Алеш, перегруз. А, да, тяжелый. Не, отойди чуть-чуть, а то лучи. А, может быть, он лучи. Да, касается. Скажи по ходу экспертизы, Алексей. Ну, ты скажешь, ну, скажи ты хоть что-нибудь. Вот ты обо всем можешь поговорить, а об этом почему-то молчишь. Алеша, так что будем делать? Извиняться или что? Конечно, обязательно. Да? Да. Много. Еще же не все инстанции прошли. А он на вас почему обратился? В связи с тем, что вы какие-то... Ну, то, что я сказал, что... Еще же существуют инстанции разные. Что, последние, что ли? А, предыдущие в том году двинулся в последней полосе. А сколько к медилу не говорили? Ну, там можно профессиональными, мы понимаем все эти... А я единственный сказал, что... А я сказал, что единственный, то, что штраф вынесли. Ну, мне так сказали, что штраф вынесли. Оказывается, ты не... А я не знал. Вот это не... Да, что Олегин все еще впереди? Не обошлится. Еще куча инстанций разных. И Воронежский областной суд, и Верховный суд. Может быть, есть нарушение прав человека, кто европейский. Не испучай, не испучай. Не трогай, руками. Руками не трогай, зачем? Так, я забыл. Что тут лучше? Не дай бога. Так что с экспертизами, а? Пойдем, пойдем. До свидания. Пойдем, я тебе места покажу, чтобы я порядок умер. Давай, давай, давай. Пойдем, что тебе покажешь. Без камер, пойдем. Каких без камер? Ну что, Алексей, с тобой только с камер. Я только на ринге, вот, без камер. А, Эхо, ну я бы из этого, конечно, сделал бы такой шок. В каком виде спорта на ринге? В каком? В каком виде спорта? Ну, просто мы как-то... Ну, какой? Что за вид спорта? Я как-то занимался? Ну, да. Потому что на ринге-то можно и бокс, на ринге... Ну, ты какой хочешь, давай бокс. Ну, у меня Май-Тай. Лего, там, знаете, сколько? И Тэкванто есть, и... Нет, у меня Май-Тай, тайский бокс. Тайский бокс. Да, руки, ноги, локти, все дела, все работает. Руки, ноги, локти. Так что твоя головка будет... Борьба. Не пострадает. Не, по борьбе я не... Ну, бороться, да не дойдет до борьбы у нас с тобой. Дойдет? Да. Сразу... Пару ударов в голову, рука, нога и логочка. Уверен в себя. Конечно, я же не просто так тебя приглашаю. Хоть ты и высокий, но такой большой, круглый парень. Ну, в общем, как-то вот ты слабоват. И на язык, и физически. На язык, да. Послушай, скажи, пожалуйста, ответ на вопрос. Все-таки, почему ты приобщал и делал? Ну, получается, ты делал, изготавливал, да? Опа, смотри, как он натернулся. Жалуй, жалуй. Ой, блин, какой технично ушел этот ответ. Ну что, Олегин, вы довольны решением? Ну, я знал, что суд у нас... Самый гуманный? Самый рамонный. И справедливый. Ну, на самом деле, поздравим Алексея. Почему Рамонский так принял, да? Да, почему? Как же так? Вы живете в Рамоне, принял такое решение. Почему? Да. Потому что там справедливый суд, а здесь... А здесь, скорее всего, решение должно быть отменено. То есть решение, которое не устраивает, это значит несправедливое решение? Никак мне ничего не смущает? Нет, просто те, кто распространил сведения, они должны за это... А знаете, вы солгали в суде, что наш надзор на этом канале, публикация была материала, правильно я понимаю? Вот этого распространения... Поаккуратнее с выражениями. Ну, правильно? Подождите, наш надзор, там же опубликовано было это видео. А какое видео? Подожди, подожди, вот это видео, распространено, там было? Тоже молчит, потому что это правда. А кто каналом наш надзор руководил? Я слушаю, что ты скажешь. Знаете, ну так ответь, пожалуйста, кто на наш надзор опубликовал? Пойдем смотреть в листах, где ты понял. А что, надо ли фальшивые справки предоставлял? Так вот, не справки, а экспертизы. Экспертизы, 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 материалы, приобщены. Это в СМИ информация. Знаете, экспертизы, это было фальшивое. Получается. А матча доказал настоящий. Подожди, Колесников тебе знакомит? Подожди, Колесников тебе знакомит? Ты уже доказался? Колесников тебе знакомит, он прямо говорит. Ты читал, о чем он говорит? Ты общался с ним? Я могу тоже все, что угодно сказать. И ты много чего говоришь, и Алёхин много чего говорит. Он должен доказывать. Он должен доказательство, да. На даче ложных свечений. Он, Алёхин, тоже говорил то, что привлечен к ответственности. Ладно, на самом деле, у Алёшки все хорошо, и все у меня будет, слава богу. Просто ты поменьше. Слушай, Серов, мне твои советы не нужны. Ты дома будешь советовать. Это по доброте душевной барантик у нас. Жене, дочке будешь советовать. Вот дочку воспитывай, там будешь советовать ей. Послушай, счастливы у тебя пути. И тебе все хорошо. Не хворать, береги свое здоровье. Не катайся на капотах. ДТП твои прекращены. Поздравьте. Больше ДТП не будет. Если будут наезжать водители, они будут продолжаться и будут нести ответственность за это. А если Серов, конечно, будет являться представителем, Вот это увидите на канале наш надзор, на канале Дорожный контроль. Да, кстати, вот здесь все камеры. Обращайтесь. Если вы пострадали от действия Алексея Шамардина, обращайтесь. 228-94-94. А, то есть наезд совершается еще от действия. Сайт правоназачита.ру. И подписывайтесь на канал Дорожный контроль. Вырежи эту хрень. Ставьте палец. Ай, слава рекламу. То есть, если правильно понял. Свободен. Если наезжают люди, они еще и страдают от этого. Да, марш свободен. Ладно, не пойдем места смотреть. Где ты порядок наедил? Алексей, свободен тебе сказали. Ты полночь, если не ответишь на мои вопросы, тогда мы пойдем. Я тебе покажу, места, ты что? Давай покажу места. Давай, я пойду, если мне отлично мои вопросы. Давай не торговаться. Просто пойдем и все. Послушай, ты не на один на мой вопрос не ответил. Ты как в это на рынке торгуешься? Не на один. Послушай, ты неконструктивен, бестолков и беспомощен. Поэтому шагом, марш и свободен. Пойдем, посмотришь, ты расскажешь, что там местные жители навели вместе с тобой. Пойдем. Не хочешь, да? Не хочешь? Что ж ты так? Иди, иди, гуляй, гуляй. Ну что ж ты так? Алексей, как с вами можно какие-то отношения поддержать? Если вы даже на один вопрос на нас не ответили. Ответите, ради бога. Даже пойдем сходим с вами. Ой-ой-ой, у него что? Нет, у него эмоции. Как девушка, одни эмоции. Просто элементарно. И все. Этот выпуск шикарен. А Лехин. Со всех с вами опа, опа, сразу берега. А так, Алешин, считай, что он не виноват. Распространил сведения и соответствующие действительности. Суд так считает. Ну, суд так считает. Ну, понятно. Самое главное, что вы так считаете, а не суд. Вы. Ваше лицо, а не суд. Суд-то можете что угодно считать, а вы? Граждане вели, да, еще раз судят. Я у меня Алешин. Вы обращайтесь нормально по имени. Правильно? Я держу. Алеша это друг может быть. Я сказал Алеша. Алеша это друг. А в Рамоне как вы ко мне подходили? Как? Почему вы это видео удалили? Вы там тоже лгали. В смысле? Я ничего не удалял. Вот такая группа поддержки Алехина была. Да, это да. Это у вас, Алехина. Как всегда, в общем, поддерживает инспекторов ДПС. Ну, я жду тогда, знаешь, смотри. Прям где проспект Революции 14 здесь ожидал. Все, давай. Ну, ребят, пока. Буду дальше зал подавать. Все, так ты ответь, ответь, а потом покажешь. Сходим. Давай еще сразу что-то. Да ты расскажи, да ответы, да ответы. Что ты? Давай, давай. Давай, Терминатор. Терминатор 2. I'll be back. Давай, давай, давай. Раз, шага, Марс. До свидания. Свободен. Давай, 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 давай. Смотри, не катайся на капотах по привычке. Алексей, ох, ДТП, ДТП, Алексей, ДТП. Скрылся. Скрылся с места ДТП, Алексей. I'll be back. Народ простой, никогда не трогай, понял? Вся его лавочка с экспертизами прикрыта. Больше ДТП. ДТП не будет, где будет причинен ему якобы ущерб на химчистку, что ему 1000 рублей или 500 рублей. Больше этих ДТП не будет. Лавочка прикрыта. И если вы пострадали действительно от действий, шамардина, обращайтесь ко мне. 228-94-94. Сайт «Право на защиту» и сайт «Дорожный контроль». ДК-36.ру. Мы действуем в защиту общественного интереса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Ну и оставляйте обязательно комментарии под нашим видео. ДТП. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Раскроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. Не столь в стороне. У нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страшах города. Кромки мы ведем. Воронеж будет чистой. Это наша... Спасибо.